Это мой медведь. Я его вырастила. Мне не страшно и с тем. Мила еще совсем малышка. Медведице год. От роду полцентнера весом, чуть больше метра ростом. Она в один присест высасывает полтора литра молока и любит играть на свежем воздухе. Инга – цирковой работник с 20-летним стажем. Вся семья Лисицыных цирковая. Десять месяцев в году они колесят по всей России с гастролями. На арене Инга и ее питомцы показывают такие трюки, от которых у зрителей кружится голова. Когда цирк уходит на зимние каникулы, Инга забирает с собой всех своих питомцев. Двух хорьков, кошек, голубей, двух медведей и шесть собак. Когда весь звери не сгуляет, это самое настоящее ежедневное шоу, которое неизменно вызывает массу случайных зрителей. Конечно, самый главный вопрос – как содержать медведей. Мила и Вениамин живут в газельке, которая стоит во дворе. Месяц у меня спал. Двухлетний Веня зимой большую часть времени дремлет. На период зимней спячки газелька и рассчитана. Правда, Вениамину еще расти и расти. Пока что в мишке всего два центнера, а взрослый медведь весит в среднем 300-350 килограмм. Когда мы не спим, мы съедаем два раза по 10 литров завтрака и ужин. Литрик чего? В каше с мясом, с фруктами, с овощами, с рыбой. То есть это все большой рацион у него. Сырого мяса, вопреки мифам, дрессированные медведи не едят. Знакомить с запахом крови и будить инстинкты в них нельзя. По словам Инги, все инциденты с дикими медведями происходят, если животное голодное, раненое или чем-то напугано. А медведи – самые трусливые звери. И предсказать его поведение во время испуга невозможно. Оба мишки выросли с Ингой, считают ее своей мамой. И, как мы проверили, легко идут на контакт. Она просто играет, она просто зовет играть. Новогодние праздники мишки вместе с цирковой семьей проведут в Орске. А после снова поедут на гастроли. Удивлять страну. Татьяна Лайкеева, Илья Логачев, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия».